Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. Я хотел бы поговорить с вами о той академической работе, которую люди не воспринимают особенно всерьез, но это совершенно напрасно. Если брать перспективы развития человека, перспективы карьерного роста, то безусловно человек, который сделает докторскую, это человек, который в Австралии, это человек, который будет цениться на весь золото и здесь, и у себя дома. И, соответственно, эти люди имеют отличные перспективы, особенно если учесть, что мы устанавливаем партнерские отношения с российскими университетами и колледжами. Мы не останавливались на этом пути, мы иногда быстрее, иногда медленнее, но мы идем в этом направлении. И поэтому я даже для себя думаю, что если у нас, дай бог, когда-нибудь будет грамотное политическое руководство в стране, я имею в виду в Австралии, то вполне возможно и я сам, и многие наши ребята, по крайней мере некоторые из них, могут, получив даже, скорее всего, паспорт Австралии, могут ехать в ту же самую Москву, преподавать в университетах столицы, зарабатывать хорошие деньги и преподавать за деньги, которые платят здесь. То есть у нас есть такие возможности, это прописано в наших партнерских отношениях. Другое дело, что мы их не используем. Посмотрите на политическую ситуацию. Собственно говоря, сейчас время закладывать фундамент. Сейчас не очень хорошее время, может быть, строить здание и делать то, что я вам озвучил, но закладывать основы будущего успеха надо сейчас. Теперь давайте посмотрим, собственно говоря, публикации. Как обычно проходили публикации? Обычно, ребята, за исключением Юрия Дякова, который в действительности сделал очень классную работу, вы скоро увидите, как на нее будут ссылаться. Работа касается преподавания, обучения в ветколледжах и роль вот этих вот средних, среднеспециальных заведений, как вообще много ролей и основная, как поставщик будущих хороших студентов для высшего образования. Я думаю, что уровень этой статьи повыше, чем то, что сейчас публикуют в Австралии. Просто посмотрите. Так вот, раньше, кроме этой статьи, в основном статьи писал я. Это была моя идея. И ребята, в общем-то, использовали это, скорее всего, для того, чтобы была лучше визовая проходимость. Но, опять-таки, допустим, Татьяна, одна из наших украинских студенток, вместе с Ириной, тоже Ирина молодец. Она хорошо оформила в кратчайшие сроки эту статью. Но, в основном, ребята не заботились о том, чтобы реально внести свою такую весомую лепту в этот процесс. Теперь это будет все по-другому. Теперь вы, ребята, будете те действительности, кому это надо и кому необходима эта научная работа не только для визовой проходимости, но и для того, чтобы в будущем делать докторскую диссертацию. Вы будете выбирать из предложенных вам тем. Предлагаться они будут на основе тех знаний, того опыта, тех возможностей, которые у вас есть. Вы будете выбирать тему. Под эту тему будет даваться достаточно много материала. И вначально, и в будущее. Естественно, если вы учитесь на курсах вот этих пятинедельных, то, соответственно, мы поработаем в плане именно правильного составления вашего абстракта, аннотации, да, это по-русски. Вот, бриф, как мы иногда его называем. И вы отработаете свой райтинг. Фактически, мы вместе, но ваша задача будет... То есть, фактически, я выступаю больше уже как супервайзер. То есть, я вам подаю тему на основе того, что вы можете и хотите делать. Вы выбираете эту тему. И после этого, после этого вы уже работаете над темой. Объем будет вам. Вам даны будут примеры статей. И, соответственно, по этому примеру, по тому, даже как оформляется статья и объем, и оформление, вы уже, взяв это за какой-то пример, образец, вы сделаете свои статьи. И, естественно, вы получите целые журналы. И в этих журналах вы увидите и другие статьи, которые в основном, практически кроме нашей, в основном все статьи пишутся на русском языке. Но мы с вами не будем писать на русском. Почему? Потому что это не даст возможности вашего роста в плане английского языка. И это не даст возможности повлиять, особо повлиять на мнение миграционных офицеров. И самое главное, что сейчас мы перед тобой ставим, когда у вас будет, вам будет предлагаться тезис вашей работы, когда вы будете брать себе докторскую степень, то есть выбирать тематику вашей докторской диссертации в Австралии, в этот момент вам необходимо показать работу, которая действительно написана на понятном для людей языке. И они будут видеть хотя бы частичку вашего профессионального домейна, профессионального поля, на котором вы можете орудовать ваш уровень. Поэтому теперь вы будете относиться к этому серьезно. За вас писать, тратя, ну как бы так, неделю-две своего рабочего времени, я просто не могу. В принципе, я могу за неделю написать, но, понимаете, это будет означать, что я не смогу, я не смогу помочь кому-то с трудоустройством в Австралии, такому же человеку, как и вы. Я не смогу оказать поддержку в учебном заведении, просто не будет на это времени. Я не приеду в учебное заведение, и я не разберусь, допустим, с расписанием для таких же, как и вы, ребят. Поэтому, если сейчас есть время, мы резко расширяем эту деятельность, деятельность, направленную на то, чтобы у вас была возможность академического прогресса и запрыгнуть на эту ступеньку PHD и указать, кстати, другим дорогу в эту область тоже. И дальше вы уже делаете это по накатанной. По всей видимости, для тех людей, которые серьезно настроены на докторскую диссертацию, мы следующую тему, то есть мы сделаем две статьи, следующую тему мы уже выберем с потенциальным супервайзером на базе одного из австралийских университетов, потому что мы будем делать референсы на людей, которые находятся в этих университетах. И, соответственно, уже, может быть, нам подскажут тематику вот эти вот, как бы, научные мужи. Так что, дорогие друзья, я вам объяснил, как раньше работалось и как будет сейчас работаться. Сколько у нас таких человек будет? Ну, я думаю, от 20 до 50. Поверьте мне, есть очень много умных людей, и если учесть, что многие из вас, или как-то половина из вас, наверное, не ограничится одной работой, а будет одна-две работы, то, соответственно, если мы в год будем проводить 20-25 таких человек, это будет уже достаточно. Спасибо. Спасибо.